ПЛОДОРОДИЯ Не славились прежде эти земли плодородием. Бескрайние полупустынные степи, единственным украшением которых были полынь да ковыль. Но связал канал Волгу с Доном, и пошли по былой целине пароходы, и стал обживать человек, землю, считавшуюся безнадежно бросовой. Вода Волгодона напоила засушливые степи. Отошла в придание зона рискованного земледелия. Впервые в Волгоградской области здесь приступили к использованию орошения на степных просторах, крупных масштабах. Три совхоза Волгодон, Рокотинский и Целинный слились в мощное производственное объединение Волгодон. Объединение Волгодон – головное предприятие научно-производственной системы овощей. В нем 15 овощеводческих хозяйств. В пленочных теплицах при обогреве теплогенераторами выращивают рассаду помидоров и капусты для открытых плантаций площадью почти в 800 гектар. А в соседней теплице доводят до полной зрелости зелень, огурцы. Послушаем звеневую Надежду Сидоровну Ланкину. Лучше, к слову сказать, пивунью на три совхоза. Вроде, казалось, весна начиналась очень хорошая, а потом все-таки погода испортилась, начались морозы, заморозки. Вроде что от людей зависело, кажется, все сделано. Надеемся, конечно, что будет все хорошо с урожаем. Несмотря на все условия, люди стараются, все делают возможное, чтобы получить урожай. Говорят, коли хочешь взять хороший урожай, сперва каждому овощу в пояс поклонись. Да не раз. Ответственное дело пересадка молодых растений из теплицы непосредственно в поле. Посадочная техника, которой не балует овощеводы отечественная промышленность, создана в самом объединении. Затраты труда на производство овощей в Волгодоне неуклонно снижаются, а рентабельность достигает 90%. Ежегодная прибыль от растеневодства 4-5 миллионов рублей. Хоть и приходится кланяться в пояс. И не только каждому овощу. Урожай хороший, но трудности есть с урожаем у нас. С транспортом трудно. Железная дорога не всегда поставляет вагон. И заказываем больше, приходит обязательно меньше. Надо беспокоиться, чтобы весь урожай какой вырастили сдать. А то трудностей очень много было. Прополки, посадки. А теперь надо все собрать. Ну, надежды есть, что вы его берете? Надежды, конечно, есть. Но если нам помогать будут. Широко захватный транспортер, тоже сконструированный в объединении, не простаивает ни минуты. На помощь овощеводам пришли горожане. Автотранспортное предприятие Волгодона своего рода нервы производства. Здесь концентрируется весь автотранспорт хозяйства. Ежегодно перевозится более 400 тысяч тонн грузов. Объем перевозок составляет 15 миллионов тонн на километр. Все технические службы объединения централизованы, что позволяет более рационально и выгодно организовать их деятельность. Центральное ремонтное предприятие осуществляет весь капитальный текущий ремонт тракторов, комбайнов, автомобилей, 70% всех сельскохозяйственных машин. Предприятие, казалось бы, убыточное, но если учесть его значимость в процессе всего производства продукции, выводы становятся иными. Что же касается перевозки собранных овощей, то здесь, разумеется, одним только колесным транспортом не обойтись. Послушаем овощевода Надежду Алексеенко. Транспорт должен, чтобы было, потому что ждем ранее заморозки. Боржа, чтобы была. У нас планово должно в среду быть, но мы можем даже загрузить не планово. Пусть нам дают, конечно. Это должно решить высшее начальство. А что от нас зависит, мы все сделаем. Водным путем везут от этого пирса овощи москвичам, ленинградцам. В трюме созданы такие условия, что за неделю пути помидоры не успеют испортиться, не потеряют товарного вида. За каждый рейс около 500 тонн свежих томатов отправляются потребителю. Не только овощи выращивают в Волгодоне. На сборе яблок трудятся студенты. Рабочим связям объединения с Волгоградским медицинским институтом третий десяток лет. Деловые контакты ощутимо полезны обеим сторонам. Форма прямой торговли хозяйства с городом примета сегодняшнего дня. А вот Волгодон работает так уже шестой год. Каждый третий овощ на столе Волгоградца волгодонский. Цены чуть выше, чем в магазине, но значительно ниже, чем участника. На центральном городском рынке в объединении три собственных торговых палатки. А это еще одно, на первый взгляд, убыточное производство в объединении. Конструкторское бюро. Но именно здесь рождается и начинает свой путь на поля новая техника. Например, бункер-накопитель для семенного зерна. Во время посевной бункер, установленный непосредственно в поле, резко снижает транспортные расходы. И кажущийся убыток оборачивается прибылью. Нехитрая, но полезная деталь тоже домашнего изготовления. Цепь, прикрепленная к сейлке, исключает операции последующей заделки семян и выравнивания почвы. Четыре тысячи гектаров земель Волгодона отведено под кормовые культуры. И это не случайно. Прочная кормовая база основа высокой продуктивности скота. Главный зоотехник Михаил Алексеевич Жолудь и лучший бригадир объединения Роза Андреевна Гартман совершают дневной обход территории летнего лагеря молочно-товарной фермы. Молочное стадо Волгодона начиналось 35 лет назад со 170 тёлок. Сегодня в этом стаде почти две с половиной тысячи коров чёрно-пёстрой породы. Судоем каждой свыше пяти тысяч килограммов молока в год. Всего в Волгодоне более восьми тысяч голов крупного рогатого скота. Так что у главного зоотехника завод не убавляется. И вот, пожалуй, основная из них. Каждый литр молока нам даётся нелегко. Но реализация этого молока создаёт большие трудности. Даже то молоко, что мы сейчас производим, перерабатывающая промышленность уже не в состоянии переработать. Не говоря о том молоке, которое мы планируем получать в будущем. Проблемы, проблемы. Сельскому труженику далеко не безразлично, как будет использован первосортный продукт, добытый зачастую ценой неимоверных усилий. Говорит Евгения Петровна Фуфаева. Она возглавляет откормочный комплекс. Наш комплекс занимается доращиванием и откормом крупного рогатого скота. Средние поголовые на комплексе 3000 голов обслуживают его 10 человек на скотнике-минтензатор нагрузка 300 голов. Если взяться одному человеку индивидуально выращивать, это невозможно. Ежегодно мы сдаём государству мясо 1300-1400 тонн. Вырастим мясо, и как только при сдаче у нас сразу встают трудности. Мясо комбинаты не могут принимать. У нас такое количество скота вовремя. И происходит при сдаче большие потери мяса. И сосладывается такое впечатление, что наше мясо, мясо комбинатам не нужно. В поточной цеховой системе молочного животноводства важнейший участок выращивания тёлок для воспроизводства основного стада. Внедрённый метод содержания телят на холоде, применение новых форм профилактики, лечения заболеваний, улучшение условий содержания и кормления всё это позволило вчетверо сократить отход молотника. Время перемен. Время, когда для достижения высоких целей годятся не всякие средства. Это случилось в разгар съёмок нашего фильма и прозвучало для многих, как гром с ясного неба. Люди Волгодона потребовали немедленной отставки генерального директора, занимавшего этот пост более 30 лет. Дважды Героя Социалистического Труда, члена Верховного Совета Страны Виктора Ивановича Штепу. Причина? А вы вслушайтесь то, что он говорил незадолго до нерадостных для него событий. Сейчас в стране среди работников сельского хозяйства, работников науки идёт жаркий, я бы сказал, спор о том, каким образом в дальнейшем должно развиваться наше сельское хозяйство. Очень критическое, я бы сказал, отношение к нашим совхозам и колхозам в том плане о том, что совхозы и колхозы не накормили наш народ, что колхозы и совхозы – форма крепостничества, что совхозами и колхозами руководят феодалы, что лучшая форма ведения – это форма Запада, это форма индивидуального крестьянского хозяйства, фермерства, ну и где-то в промежутке между ними это арендная форма. Форм много, и мы за многообразие форм. Не все земли могут охватить колхозные, совхозные производства, но мне хотелось сказать, что главная беда заключается в том, что на протяжении многих лет сельское хозяйство нашей страны находилось в дискоммуникационном положении в сравнении с нашей промышленностью. Вызывает просто подчас удивление, что мы все-таки сохранили, и у нас еще живые, те сельскохозяйственные хозяйства, которые прошли такой длительный путь. Время перемен. Совещание у Алексея Ивановича Булюсина, нового генерального директора Волгодона. Молодые специалисты только что вернулись из деловой поездки в Америку. Впечатлениями делится агроном Сергей Якутин. Сейчас с переходом на рынок многие отрицают плановое ведение экономики в нашей стране. Мне кажется, это не совсем правильно. Ну, к примеру, когда я был в Соединенных Штатах, то мне показалось, и я уверен в этом, что как раз при их системе, настоящей рыночной экономике, плановое ведение хозяйства наиболее развито, и может быть развито в большей степени, чем в настоящее время и у нас. Вероятнее всего, нам отказываться от плановой экономики ни в коем случае нельзя, но необходимо, может быть, изменить какие-то формы ее ведения. К примеру, в Соединенных Штатах каким образом это ведется? Здесь правительство создает какую-то государственную программу. Если ферма принимает участие в этой государственной программе, то он имеет определенные льготы по реализации своей продукции за счет повышения цен или других показателей. Кроме этого, перед каждым сезоном фермеру предоставляется университетом или штатским уровнем примерно ориентировочные цены на тот или иной вид продукции. И тем самым заинтересовывает фермера в производстве этого вида продукции. Надо полагать, будет теперь в Волгодоне и фермерство, и семейный подряд, и даже народное акционерное предприятие как альтернатива совхозному производству. Человек имеет право выбора. Выбора в большом и в малом. Скажем, получить отдельную квартиру или построить за вполне доступную цену собственный особнячок с приусадебным участком, со всеми удобствами. Жизнь продолжается. Не будем забывать, что предыдущее поколение, пусть и совершая обусловленные самим временем ошибки, сумела сделать многое и для нас. Просторная на 960 мест средняя школа с кабинетной системой, детские ясли, три детских садика на 400 мест. Будет построен детский комбинат еще на 280 мест. За здоровьем сельских тружеников и их семей следят 11 врачей, 52 средних медработника. В больнице самое современное оборудование, вплоть до лазерной техники. Жизнь продолжается. Пусть она будет лучше и краше для тех, кто выбрал для себя делом накормить страну. Тем более, что сегодня, когда осваивают САЗы новые рыночные экономики, это действительно дело жизни. КОНЕЦ Неужели покой не воротится в этот вечер Крыльцу моему И смеяться И плакать не хочется Отчего И сама не пойму И смеяться И плакать не хочется Отчего И сама не пойму Может звезды Меня Убаюкают И утихнут Тревоги мои О гармонии Поют И о лукоют Да куда-то Догут соловьи О гармонии Поют И о лукоют Да куда-то Зовут соловьи И о лукою 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 И о лукою